Представители знака Зодиака Овен, здравствуйте, мои дорогие! Второй прогноз – гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт и два ключевых вопроса, которые мы спросим у карт. Это неожиданности и что важно знать на неделю, по мнению карт, для вашего знака Зодиака. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о нюансах вашей личной жизни. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки определенно будут. Итак, что важно знать или что для вас будет в приоритете в течение недели? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что может помешать для вас? А что вам будет помогать? Достанем карту, что скрыто. И по основным сферам жизни – дела, работы, бизнес. Каковы энергии? Финансовые. И что нам скажут, карты расскажут про личную жизнь. Итак, что важно знать? Двойка кубков. Вообще личная жизнь. Или, мои дорогие, умение договариваться. Дипломатия – это точно важно знать. Значит, дипломатия вам будет помогать. Может быть, будут не единожды разные ситуации, когда от умения договариваться. Или, может быть, не создать конфликт. Будет зависеть какое-то очень важное дело или вопрос. Конечно, двойка кубков – это карта сама по себе. Про любовь, про личную жизнь. И у кого-то проиграется ваша личная история или семейная история. Какие-то новости, может быть. Или важные решения в вопросах вашей пары. Может быть, это не обязательно именно семья. Это для кого-то, для тех, кто еще пока не обзавелся семьей, но есть знакомство, может означать, мы решаем перевести отношения на новый уровень. Наверное, неделя с 29 января как раз более располагает в конце месяца провести важные разговоры, поговорить на чистоту. Может быть, и выяснить что-либо. Или получить предложение уже конкретно руки и сердца и перевести отношения в другой статус, как будто. И вот это тоже для кого-то может для из вас проиграться. По этой карте сами по себе энергии и лояльности господствуют на этой неделе. Поэтому какой-то диссонанс нам карта уже не рекомендует вносить. Может быть, и есть какой-то импульс или решение, мои дорогие овны. Но чего бы ни касался вопрос, дипломатия явно ваш союзник и помощник. У кого-то из вас это могут означать как важные договоренности, подписание соглашения, подписание контрактов. Или даже если вы идете, допустим, к чиновникам оформлять, опять же, документы, то вы сумеете со всеми договориться. Было бы желание, главное, неожиданности. Желание уйти может быть от недопонимания. И тогда для тех, у кого из вас словно черная кошка пробежала в отношениях, вы можете примириться, правда. Или вы, допустим, не могли прежде решить какой-то вопрос по финансам. То, скорее всего, на этой неделе найдется союзник-помощник, который вас выручит. С другой стороны, сама по себе карта, может говорить пятерка Пентакли, о том, что вы столкнетесь с людьми сложными, с которыми сложно найти взаимопонимание. И тогда как раз вот это самая дипломатия. Где-то мягкость совершенно несвойственной вам энергии. Но, видимо, придется проявить лояльность, дабы не обострить обстановку. И тогда какой-то вопрос железно вы сумеете решить. Может быть, мои дорогие овны, вам достаточно улыбнуться, даже если внутри все горит или, ну, где-то противоположной энергии. Управлять своими эмоциями придется. С другой стороны, кого-то из вас могут не устраивать ваши финансовые как доход. Или на момент этой недели финансовый приход, да, денег. Может быть, была обещана одна сумма, получили как будто меньше. Или кардинально вообще вы хотите изменить свой финансовый статус и ищите, допустим, где я могу больше заработать денег. Или вторичный источник заработка. И, опять же, умение договариваться перед вами откроет новые перспективы. В неожиданностях, даже если, допустим, по этой карте какая-то финансовая история со знаком минус, как будто есть варианты решить для себя со знаком плюс. Или, вот как я сказала, человек может прийти на помощь и выручить финансами. Или появится возможность вообще изменить свою финансовую историю. Для вас весь 2024 год, он как раз в плане денег, очень такой продуктивный будет. Может быть, вот в самом начале где-то февраля вы будете для себя какие-то основные темы, направления определять. Чему сейчас не время. Но не время глубокой философии, все стоит как будто на повестке этой недели. Тут надо что-то конкретно решать. И, кстати, опыт прежний вам не поможет. По сути дела, эта карта говорит только об одном – не мешай себе. И нет каких-то препятствий. Вы препятствия себе сами можете создать, если начнете или оглядываться назад, или вот как девушка, изображенная на карте, она с завязанными глазами, и ей кажется вокруг стужа, и забор словно из восьми мечей. Но это она смотрит вглубь себя. Она смотрит в свои как будто эмоции и не видит реальности. У нее завязанные глаза. И вот эта картина – это ей кажется. Поэтому не мешайте себе, не добавляйте какой-то ненужной философии. У вас есть и союзники, и помощники. И главное – у вас есть возможность решить любой вопрос. Как этот вопрос? Первое касается недостатка взаимопонимания, как будто холод в отношениях. И у нас первая карта – двойка кубков. Я сказала, можно и примириться. Если вопрос касается какого-то сложного разговора, вы не можете к нему приступить. Может быть, разговор даже с руководителем. То, находясь в таких лояльных энергиях, вы найдете взаимопонимание. Тут себе как будто не навредить. Или, если есть надобность, найти буквально выход из сложной финансовой ситуации. Значит, тоже есть возможность, как и договориться, или решить вопрос. По крайней мере, все какая-то конкретика, а не глубокая философия. Что вам будет помогать? Королева Пентаклей или королева монет в этой колоде карт. Вообще, может и быть человек в вашем окружении, который рожден под знаком зодиака, стихии, земли, телец, делок, озерок. Или имеет там асцендент. Это те люди, которые себя создали сами. Безусловно. Реальность в первую очередь. И это те люди, которые своими руками создают свой райский сад мечты. То есть, какой-то ваш проект, он вполне жизнеспособен. И, наверное, если есть какая-то заминка финансовая, или вы устроили эту философию, это как будто на самом деле дела обстоят совершенно по-другому. Вы почему-то на какой-то момент, день этой недели, можете словно не видеть реальность, правда. А у вас достаточно сильная позиция сейчас. Может быть, мои дорогие овны, не все идет так, как вот, ну, гладко, да, как вы себе запланировали. Но у вас и союзник, как будто хоть один есть. Есть и помощник, который может и добрым советом выручить, или какими-то, ну, допустим, помощь, как в согласовании, может быть, подписании документов. Или дать тот совет, как правильно оформить какое-то дело с меньшими потерями, меньшими усилиями, с большей продуктивностью. Или буквально деньги. Но это не повод отказываться от своего намерения. Вот об этом говорит карта. Все-таки что помогает? Королева Пентакли или монет, она создала себя сама. А, и это помогает реальность. Ведь королева Пентакли – это в первую очередь реалистка. Но присутствуют значения, когда какой-то ее проект, он сначала зарождается в ментальности. И поэтому не отказываться от своих, ну, наверное, амбиций, каких-то честолюбивых планов. Только лишь потому, что на какой-то момент вы не можете этого осуществить. Что скрыто, давайте узнаем. Правда, у вас выпали вот две карты, как-то так получилось. Это карта, которая свидетельствует, что мы искаженно видим реальность. Это карта ночного кошмара, карта страхов. У кого-то, мои дорогие, правда, иногда напрямую говорят, удели внимание своему режиму труд и отдых. Недостаточно сна, какая-то инсомния вам не дает возможность отдохнуть полноценно. И помним, уставшие люди делают ошибки. И кому-то будет достаточно хорошенько выспаться. Или, если вот эта бессонница перешла уже в какой-то хронический вариант, может быть, есть смысл подумать и обратиться к специалисту. Потому что сон на самом деле для нашего благополучия имеет едва ли не основное значение. Не работает мозг настолько четко и активно, если не получает отдыха по ночам. Поэтому для кого-то просто организовать режим. Для кого-то, повторюсь, подумать. А может быть и правда, есть смысл обратиться к специалисту. Но о чем карта? Тоже человек не видит ведь картину таковой, какая она есть. У него закрыты глаза. И ему кажется, что то, что ему приснилось, будет продолжением реальности. А на самом деле нужно открыть глаза. Две карты, которые говорят как раз про ту реальность, которую вы не видите. Не добавляйте себе как ненужной философии уже в который раз, повторяюсь, так и следует увидеть, что же есть по факту. А по факту у вас как раз возможности, как идет королева Пентаклей, так и двойка кубков. Как раз сильная позиция. Но почему-то может захандрить или какая-то апатия словно накатила на овнов. Мои дорогие, вам это совершенно не соответствует. Но давайте пойдем дальше по сферам жизни. Как обстоят дела. Дела, работа, бизнес. Девятка монет. Вообще это карта самодостаточности. Карта исполнения наших желаний. Карта достижения собственных амбиций. Карта успешного бизнеса. Успешных договоренностей. Хороших соглашений. Когда вы полностью контролируете ситуацию. Когда, в принципе, вы достигаете того, что вы хотите. И что бы это ни было. Или работа в организации. И ваши долгоиграющие какие-то планы. Или тезисы. На длительный период и на короткий период времени. Но правда сильная позиция. Или это ваш бизнес. Может быть, и есть какие-то детали, нюансы, которые, ну, на этой неделе не сложились ровно в том контексте вашего плана, как вы себе намеревались что-то делать. Или, может быть, есть в чем-то мелкая пробуксовка, но почему-то она для вас может вылиться в какие-то сомнения. Может быть и так. На самом деле, карта подтверждает. У вас сильная позиция. Как и со всеми договориться, так и реализовать свой проект. И более того, деньги есть, деньги будут. Поэтому для кого-то из вас вот эта пятерка пентаклей как неожиданность. Деньги задерживаются. Вот и все. Или, когда, может быть, вас подводит к какому-то итогу жизненная ситуация, когда вы должны принять однозначное решение. И, значит, его следует принять. Давайте посмотрим, что же у нас энергия финансов. Карты вообще говорят о том, что не лучшее время, к примеру, что-то приобретать или, ну, такие серьезные покупки, как, может быть, движимое имущество в виде машины или крупных приобретений. Или, если недвижимое имущество, ваше жилье. Сказать, что достали из кармана деньги и отдали на этой неделе, нет. Все-таки двое капентаклей. Посмотрите, изображена эта двойка, как будто в центре лимнискаты. Поиграть с деньгами нам предлагают. Вообще, это карта легкости на подъем. Карта, когда мы пробуем себя в новом деле. Для кого-то проиграется, правда, новые способы заработка или новая работа. Смена работы. Для кого-то из вас необходимо отправиться в какую-то местность, чтобы как раз решить вопросы по поводу финансов, имущества, каких-то договоров. Или взаимодействие с людьми, которые так или иначе приводят к какому-то финансовому эквиваленту. И для кого-то это может быть филиал по бизнесу, а для кого-то это может быть вопросы купли-продажи недвижимости. Ну, то есть у каждого по-своему. Но не время тратить деньги, это точно. А вот использовать новые возможности – идеальное время. Именно для денег. Интересно. Вообще, здесь могут быть как и новые предложения, так и ваши важные решения. Поэтому себе не устраивайте, знаете, какого-то экскурса в прошлое. Не душите себя ненужными воспоминаниями. Уметь видеть, что есть по факту, что стоит у причала этой недели или конкретного дня. Вот ваша задача. Посмотрите все пентаклевые карты. Но деньги будут. Личная жизнь. А тут могут быть признания в любви. Тут могут быть, правда, какие-то как подарки. Приглашение куда-то отправиться, совершить поездку. Или личная история, которая вас радует. Комплименты. Хорошее настроение. Как раз позитивная неделя, но какая-то вот эта ненужная. Как сомнение, апатия, философия или хандра элементарно. Бывает такое. Вот есть фраза «Я встал не с той ноги». Вот что-то подобное. Может быть, какой-то день недели у вас словно может проиграться. А карты разворачивают какой-то конкретики, решению вопросов и удержанию собственных позиций. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы. Будьте любимы всегда.